Детский сад Место ограничено, детей особо не берут. А тут узнали, что садик открылся, и я надеюсь, что нас возьмут. Жители обеспокоены, что в дошкольное учреждение ЖК «Живописный» на данный момент зачислены также дети ЖК «Государев дом» и «Видный город». Заместитель директора Лопатинской школы по воспитательной работе и депутат Совета депутатов муниципалитета Алена Какоева заверила граждан. После заселения жителей «Живописного» здесь будут открыты три новые группы. Сейчас же сад эксплуатируется, чтобы избежать временной приостановки работы. У нас и в этом году, и на следующий год группы будут формироваться по заселению жителей. И те, кто будет переезжать и обращаться, они будут сейчас писать заявление. Я им подскажу, куда отправлять это заявление. И по мере необходимости они будут зачислены в этот детский сад. На встрече также поднимались вопросы инфраструктуры. Начальник территориального отдела Ирина Дубровская проинформировала. В скором времени будет проведен ремонт въездной дороги к детскому саду. Дорожное полотно будет расширено, оборудовано тротуаром, а также будет восстановлено освещение. Вот это будет совершенно четкая перспектива транспортной и дорожной сети, которая нас с вами ожидает. Также на встрече был поднят вопрос об инициативном бюджетировании. Это практика совместного решения вопросов местного значения за счет расходов местного бюджета с возможным привлечением субсидий из регионального бюджета и инициативных платежей граждан. В рамках такого проекта в деревне Жапкино была возведена сцена. У нас территория очень динамично развивается. И поэтому я вас призываю, чтобы вы поддержали и присоединились. Большой интерес у жителей вызвала тема выборов президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Ведь впервые на них будет применен формат электронного голосования. На встрече гражданам подробно рассказали, как отдать свой голос дистанционно, с сохранением анонимности.